Сегодня у каждого человека есть мобильный или стационарный телефон. Конечно, иметь телефон под рукой очень удобно, но в то же время иногда это может обернуться и очень неприятной ситуацией. Как не стать жертвой телефонных аферистов, расскажут наши корреспонденты. Алло, брат, привет. Слушай, у меня тут проблема. Можешь помочь деньгами? Да? Ну, мне 75 тысяч надо. Я тут попал. Ну, это долго объяснять, но факт в том, что мне помощь твоя нужна. Ну, да, я номер карты тогда тебе отправлю сообщение. Всё, хорошо, спасибо. Схема этого обмана такова. Мошенник звонит на мобильный телефон ничего не подозревающей жертве, представляется родственником и уверяет, что попал в беду. Конечно, в такой ситуации, когда родной человек в беде, очень сложно трезво и хладнокровно мыслить. Однако, вместо того, чтобы тут же перечислить деньги в руки мошенников, нужно просто позвонить своему родственнику и узнать, действительно ли у него такие проблемы. В большинстве случаев всё оказывается в порядке, а мошенники остаются ни с чем. Впрочем, некоторые злоумышленники даже разговорами с жертвой себя не утруждают. Присылают сообщения с просьбой помочь материально. Как правило, эта просьба зачастую оборачивается крупной суммой. В отдел Министерства внутренних дел по Славянскому району за этот год поступило около ста заявлений от граждан, которые стали жертвами подобных махинаций. Оградиться от такой напасти в первую очередь могут помочь лишь внимательность и здравомыслие. Отдел полиции по Славянскому району постоянно проводит профилактическую работу. Мы постоянно пишем статьи в газеты. Мы даже пашли на то, что заказали самоглееческие объявления, вешали их и расклеили их по всему городу, в местах наших банкоматов, терминалов оплаты, в местах скопления граждан. Сели максимальной информированности населения о такой узкой сфере преступления, как телефонные мошенничества. Тема мобильных мошенничеств уже не новая. И тем не менее, люди всё ещё попадаются на уловки аферистов. Ведь телефонные мошенники – хорошие психологи. Они умеют расположить к себе человека и держать в напряжении до тех пор, пока не получат деньги. Также участились случаи краж денежных средств с банковских карт. Различные могут прийти рассылки на телефон в виде ММС, вложения или, допустим, приходит СМС, тут наша с тобой фотография. Человек не понимает, загружает себе вирус. Цель вируса – управлять вашими СМС-сообщениями. Если к телефону подключена банковская карта, в течение недельских минут все ваши деньги будут сняты и перейти на различные счета других карт, номеров телефонов. Найти крайне сложно. Не позволяйте себя обмануть. Не доверяйте свои сбережения аферистам. Если вы всё же стали жертвой мошенничества, немедленно сообщите об этом в полицию.